Рождество 2017 года с самого начала не задалось для семьи Агилар из Эльче, Испании. Семье принадлежит пекарня, а значит праздники – самая горячая пора для бизнеса. Супруги Агилар, Роза и Альберта решили не держать всю выручку дома и отнести ее в банк. Но когда Роза подошла к шкафчику, где семья хранила деньги, из мешочка выпала только мелочь. Пропали 6 или 7 тысяч евро. Супруги испугались, что их ограбили, но дверной замок оказался цел, признаков того, что в доме рылись, тоже не было. Тогда они решили, что, возможно, их дочь Патрисия знает больше. Патрисия Агилар – старший ребенок Альберта и Розы. Две недели назад ей исполнилось 18 лет. Патрисия была обычным подростком, хотя немного замкнутой и стеснительной девушкой. Она изучала искусство и проводила много времени в комнате, за компьютером. Родителей беспокоило то, что у дочери мало друзей и она растет затворницей. Поэтому Роза очень обрадовалась, когда дочь сказала, что ее пригласили на день рождения. Девушка ушла с ночевкой и еще не вернулась. Родители писали и звонили ей, но она не отвечала. Они не знали, что и думать. С учетом того, что одновременно с Патрисией пропали деньги, Альберта решил обратиться в полицию. Но полицейские были уверены, что она скоро вернется и не спешили искать 18-летнюю девушку. К вечеру вопрос денег родителей уже не волновал. Они писали Патрисии, что не будут ругаться, лишь бы она вернулась домой. Той ночью они так и не сомкнули глаз. Когда от дочери наконец пришло сообщение «Все в порядке, я свяжусь с вами через несколько часов», Альберта и Роза на это не купились. Сообщение было написано не так, как это сделала бы девушка. Теперь родители были уверены, что что-то случилось. Наиболее вероятным им казалось то, что вор, укравший деньги, похитил девушку и завладел ее телефоном. Роза не могла сидеть и ждать, зная, что полиция не предпринимает никаких действий. Поэтому пошла в комнату дочери и перерыла все ее вещи. Каждую книгу, блокнот, подушки, мягкие игрушки она посмотрела даже в лампе и за картинами. Она поняла, что нашла то, что искала. Хотя это было совсем не то, что она ожидала. Это были какие-то непонятные ей эзотерические символы, описания ритуалов, написанные рукой Патрисии. А еще четкие инструкции для поездки и заключения брака в Перу с описанием необходимых документов. Шокированная Роза спросила мужа, неужели их дочь сбежала в Перу, чтобы там вступить в брак. С кем? Полиция заверила их, что девушка не пересекала границы страны. Дальше больше. Роза нашла среди вещей дочери снимки взрослых, незнакомых ей женщин. Тогда в ее голову впервые закралась мысль, что за всем этим может стоять культ. О чем она поспешила поделиться с полицией. Но те снова отмахнулись от нее, потому что две недели назад девушка стала совершеннолетней и могла делать все, что хочет. Проходили недели без новостей, и Роза с Альберто решили обратиться к общественности. Они понимали, что неоценимую помощь им в этом окажет интернет. Но супруги Агилар не были с ним на «ты». Они даже не пользовались соцсетями. Поэтому они обратились к Наэлии, двоюродной сестре Розы. Патрисия относилась к ней как к старшей сестре. Наэлия отвечала ей тем же, и когда понадобилась ее помощь, не раздумывая ни секунды, Наэлия закрыла свой магазин в Бенедорме и приехала в Эльче. Ей не составило труда выяснить, что Патрисия много общалась с каким-то парнем, присылавшим ей списки книг о черной магии и эзотерике. Одно слово особенно часто появлялось в ее записях – гносис. Как прочитала Наэлия, концепция гностизма заключается в поиске знания и правды. Но в 50-х годах появилось несколько групп, утверждавших, что якобы, чтобы спастись в апокалипсис, нужно очиститься от грехов. Сделать это можно, чаще вступая в интимные отношения. Став носителем такой правды, новый последователь учения должен отказаться от семьи, потому что остальные люди обречены, а не враги. Выяснив все это, родные Патрисии поняли, что они не знали девушку по-настоящему, и она уже давно жила двойной жизнью. Спустя еще несколько дней Патрисия вышла на связь. Она написала Наэлии, что с ней все в порядке, но она не вернется, и приложила снимок, на котором держит в руках листок бумаги с датой. Она пояснила, что они с бойфрендом путешествуют в доме на колесах по Европе, и сейчас они в Питэште. Но Питэште находится в Румынии, а полиция заверяла, что девушка не покидала территорию Испании. Быстрый поиск в поисковике подсказал Наэлии, что в тот день в Питэште температура опустилась до минус 6 градусов Цельсия, а девушка была в футболке. Наэлия попробовала перезвонить ей и выяснила, что оператор связи девушки обслуживает только страны Южной Америки. Если, по словам полиции, Патрисия не покидала Испанию, как это сделал ее телефон? Когда Наэлия попыталась припереть Патрисию к стенке новой информации, та вышла из себя и грубо потребовала оставить ее в покое. Но Наэлия не собиралась сдаваться. На самом деле полицейские ошибались. Еще в первый день своего исчезновения, когда Патрисия якобы пошла на день рождения к подруге, она полетела в Лиму, Перу. После двух лет общения онлайн, она наконец увиделась со своим возлюбленным, Стивеном. Он встретил ее в аэропорту, после чего сразу повез в отель. Там он стал первым мужчиной Патрисии. Благодаря деньгам, которые она привезла с собой, они смогли снять небольшую квартиру, где Патрисия познакомилась с 20-летней Майи и 42-летней Паолой, другими, как он их называл, женами мужчины. Патрисия знала, что станет третьей женой Стивена, но он не предупредил ее о том, что с ними будут жить четверо детей. Дочь Паолы и две девочки и мальчик Майи. То есть в небольшой квартирке поселились 8 человек, и не было никакого места для интима, которым они обязаны были заниматься каждый день. Стивен и Патрисия познакомились два года назад. Это было очень непростое время для девушки-подростка. У Патрисии был дядя, брат ее матери – Хосе. Он очень любил племянницу, баловал ее, сидел с ней, когда ее родители были заняты. Для Патрисии он был одновременно старшим братом и отцом. Однако в 2015 году 29-летний Хосе заболел. Ему поставили диагноз – панкреатит. Люди выздоравливают после этой болезни, но в случае Хосе возникли осложнения – он угас за 4 месяца. Вся семья была опустошена, но если Альберто смог полностью погрузиться в работу, его жена Роза и Патрисия не могли справиться с болью утраты. У Розы развелась депрессия, и она нашла отдушину в простых компьютерных играх, позволявших ей отвлечься. К сожалению, в это время она отдалилась от детей и мужа. И Патрисия, которой как никогда прежде необходима была поддержка близких, оказалась очень уязвима. Она начала задумываться о том, что происходит после смерти, поскольку не могла смириться с тем, что смерть – это конец. Девушка начала интересоваться этой темой, посещать соответствующие сайты. И познакомилась со Стивеном, человеком с очень развитыми, коммуникативными и манипулятивными способностями. Он изучал книги по психологии, чтобы знать, как проникнуть в сознание любого человека. Он называл себя спасителем, посланником перед лицом надвигающегося конца света – апокалипсиса. Он заставлял наивных девушек поверить, что они были парой в прошлой жизни. И у его жен, его королев, есть миссия заселить мир после апокалипсиса. Стивен понял, что Патрисия – идеальная жертва, потому что была подростком, и, как часто бывает в этом возрасте, чувствовала неуверенность в себе и полагала, что никому нет до нее дела. Все это сочеталось с ее природной невинностью. Стивен воспользовался моментом ее психологической слабости из-за смерти дяди и применил методы убеждения, чтобы заманить в свои сети. В то время, как семья была не до нее, в течение двух лет Стивен работал над разумом девушки, чтобы изолировать ее, и никто ничего не замечал, пока не стало слишком поздно. Девушка считала, что она в безопасности, потому что Стивен находился на другом конце земного шара. Он обрабатывал ее постепенно. Сначала просил прислать снимки в белье, потом в обнаженном виде. Только после этого они перешли к обсуждению интимных моментов, и девушка согласилась с тем, что у него две жены. Он объяснял это тем, что с биологической точки зрения мужчина создан для отношений со многими женщинами. Но у женщины может быть только один муж, потому что женщина – это храм. Отношения с мужчиной позволяют женщине развиваться духовно. Мужчина может сделать это сам, но для женщины это единственный способ. Так утверждал Стивен. И вот теперь, спустя два года общения онлайн, Патрисия бросила все и сбежала к Стивену. Он дал ей новое имя – Сильвана, то есть рожденная в джунглях. Но ей следовало привыкнуть не только к новому имени. Она никогда не принимала запрещенные вещества, а Стивен заставил ее употреблять корень, вызывающий сильные галлюцинации. Мужчина не гнушался давать его даже детям. Тем временем семья девушки не оставляла попыток найти ее, и им повезло, что Патрисия оставила массу подсказок. Среди ее записей Наэлия нашла логины и пароли к компьютерным играм и соцсетям. Один привлек ее внимание, потому что повторялся неоднократно. Это оказалась тайная страничка девушки, с помощью которой она выражала свои мысли о загробном мире и эзотерике. Среди ее друзей Наэлия заметила молодого человека, некоего Стивена Мартинеза. И в его списке друзей были только девушки – около трех тысяч девушек. Все примерно возраста Патрисии. Наэлия заподозрила, что за исчезновением девушки мог стоять он. Это был какой-никакой прогресс, но пока что Наэлия нашла только имя парня в интернете. Нужны были доказательства. Тогда мать девушки еще раз обыскала комнату Патрисии и заметила интересный документ. Это оказался больничный лист, выданный больницей в Лиме, Перу, на имя Паолы Века. Роза поняла, что они вышли на стоящий след, найдя связь Патрисии с Перу. Родители обратились в полицию, которая передала данные Интерполу, и, наконец, в полицию Перу. Стивен разнервничался, когда Паоле позвонили из полиции и попросили дать разъяснение по поводу Патрисии. Еще до побега Патрисии он попросил ее подделать больничный лист для Паолы. Но вместо того, чтобы уничтожить копию, она положила ее в ящик в комнате и совсем забыла о ней. И вот теперь у них возникли проблемы. Если Паола даст показания, полиция начнет рыть дальше. Стивен решил вывести Патрисию из тени. Они вместе отправились в полицейский участок. Как коршун, он следил за каждым ее движением, контролировал каждое слово. По его указке, девушка заявила офицерам, что никто ее не похищал, и она хочет жить в Перу. Так как Патрисия была совершеннолетней, полиция не увидела состава преступления. И паре просто позволили уйти. Это расстроило семью девушки, но хотя бы они узнали полное имя Стивена. Феликс Стивен Манрике Гомес. И решили сменить подход, обратиться на телевидение. Это их решение изменило все. Семья Агилар хотела, чтобы как можно больше людей узнали о методах Стивена. Помешать ему заманить в свой культ других девушек. Это было рискованно, потому что Стивен мог либо отправить Патрисию домой, или броситься с ней в бега. Как оказалось, Стивен выбрал третий вариант. Как только мужчина увидел свое лицо в программе новостей, он разбил все телефоны и компьютеры и выгнал Патрисию из квартиры. Он велел ей обратиться в посольство, добиться возможности связаться со СМИ и все исправить. До тех пор она будет на улице одна, без еды и крова над головой. Через несколько дней ей удалось связаться с телепрограммой и дать интервью в прямом эфире. Сначала родители обрадовались, увидев, что она жива. Но вещи, которые она сказала, разбили им сердце. Девушка не жалела слов, чтобы побольнее ранить родителей. Она заявила, что не желает знать Розу и Альберта, потому что они плохие родители. Отца никогда не было дома, мать сутками играла в компьютерные игры и никто не обращал на нее внимания. Не кормил, не покупал одежду. Своим отцом она считала дядю Хосе и ее воспитала, по сути, бабушка. Патрисия потребовала, чтобы они удалили из интернета всю информацию. Все фото, сообщения о розыске и прислали ей деньги. Тогда она отправит им свой адрес. Только после этого она решит, что будет дальше. Наконец она заявила отцу. «Знаешь, почему я выглядела такой счастливой на снимках с празднования дня рождения? Я мечтала сбежать с 14 лет и могла наконец уехать из дома». Родителям было больно это слышать, а многие их знакомые и даже родственники поверили словам девушки. После такого шокирующего заявления и полиция, и СМИ утратили всякий интерес к делу. Но ее родные не сдались. Наэлья решила выжать максимум из возможностей соцсетей. Она создала фальшивую страничку по аналогии со страничкой Патрисии и попросилась к Стивену в друзья. Она пыталась выдать себя за девочку-подростка, интересующуюся эзотерикой. Но, вероятно, слишком напирала, попросив его номер телефона для общения в мессенджере. Он догадался, что она не та, за кого себя выдает, но принял ее за какую-то Карен. Он заблокировал ее, но Наэлью было уже не остановить. В списке подруг Стивена она нашла одну Карен. Это была девушка, чей снимок она уже видела среди вещей Патрисии. Связавшись с ней, Наэлья узнала, что Карен тоже была членом культа, но ей удалось вырваться из схватки Стивена. А вот ее сестра Майи мало того, что оставалась с ним, но и была его единственной официальной женой. Карен призналась, что боится за сестру и посоветовала обратиться к ее матери Алинде. Возможно, она сможет еще чем-то помочь. Несмотря на то, что Патрисии своим интервью частично удалось наладить ситуацию, Стивен превратился в параноика. Он перевез девушек и детей в Сан-Мартин-де-Пангуа, регион в 12 часах езды на автобусе от Лимы. Это опасное место посреди джунглей. В доме были перебои с водой и электроэнергией, и они могли не мыться неделями, как взрослые, так и дети. Денег на еду тоже не было. А те копейки, что у них были, уходили на свечи и галлюциногенный корень, который Стивен использовал во время ритуалов. Патрисия, которую все звали Сильваной, удалила все странички в соцсетях, обрезала длинные волосы и покрасила в черный цвет. Беглецам было непросто. Мужчина с тремя женщинами, одна из которых явно иностранка, и четырьмя детьми. Загнанный в угол Стивен становился все агрессивнее. Он начал очень плохо относиться к Патрисии. Однажды он даже сказал Майи, а может нам просто убить ее, но и остальным было не легче. Он страшно избивал детей и девушек, используя кожаный, разделенный на три части хлыст, эффект от которого был как от трех ударов хлыстом одновременно. Он бил детей по любому поводу, особенно доставалось сыну Майи, единственному мальчику. Патрисия это быстро надоело, и она заявила Стивену, что уйдет от него, в ответ на что он пригрозил, что выместит злость на детях. Несмотря на то, что девушки были готовы на все ради Стивена отдать жизнь за него, вскоре он начал просить вещи, которые были за гранью даже для них. С ними по соседству жили девочки, очень красивые. Ходили слухи, что несмотря на юный возраст, они были ночными бабочками. Майи имела неосторожность сказать мужу об этом. Стивен заявил, что девочки якобы помогут ему с новым ритуалом и потребовал назначить встречу. Но Майи не могла этого сделать, потому что они были несовершеннолетними. Она даже Патрисию считала слишком молодой для Стивена. Мужчина разъярился настолько, что схватил жену за шею и стал душить. Она почти задохнулась и не дышала, он убил бы ее, если бы не вмешалась Патрисия. Только тогда Стивен отпустил свою жертву. Патрисия чувствовала себя ужасно, мечтала вернуться домой к родителям, но боялась того, что они скажут после всех ее выходок. Она совершенно утратила жажду жизни, как вдруг все изменилось. Она поняла, что ждет ребенка. Многие советовали семье Агилар забыть о Патрисии и прекратить поиски, но родители решили иначе. Роза осталась с младшим сыном в Испании, а Альберто отправился в Перу, потому что из Испании они не смогли бы добиться большего. Но Перу – большая страна, и Альберто в ней был чужим. Поэтому он заручился поддержкой Алинды, матери Карен и Майи. Они нашли прокурора, согласившегося помочь им, и полиция приступила к расследованию, но вела это дело как дело о торговле людьми. Сначала офицеры посетили квартиру, в которой жила Патрисия, но откуда Стивен ее уже увез. Альберто едва держался, когда соседи рассказывали, что часто слышали крики и удары, а девушек заставляли вступать в интимные отношения на глазах детей. Так как Стивен забрал детей из школы и увез их и девушек в неизвестном направлении, детективы решили отследить их телефоны. Стивен был в таком ужасе, что его могут найти, что телефоны были почти всегда отключены. Поэтому все, что могли сделать полицейские, это ждать, когда кто-то из группы включит телефон. Тем временем следователи выяснили, кем был этот Стивен. 35-летний мужчина родился в Лиме, в бедной и проблемной семье. В школе его обижали другие мальчики, из-за чего он проводил время только с девочками. Он с детства научился склонять их на свою сторону. Отец подарил ему книгу, которая помогла Стивену присоединиться к гностикам. Но его выгнали, потому что он черпал идеи из других культов и называл себя пророком. Постепенно он пришел к основанию своего культа. Когда у Стивена и девушек закончились все деньги, они переехали в крошечную деревеньку на 30 домов прямо посреди джунглей. Там обитали в основном наркоторговцы и те, кто хотел избежать столкновения с полицией, как и они. В хижине не было ни воды, ни электричества, ни еды. В лучшем случае они ели рис и картофель. Патрисия была уже на восьмом месяце, но из-за страшного истощения казалось, что только на третьем. Хижину окружали гигантские лужи, и всем приходилось постоянно носить резиновые сапоги. Грибок на ногах появился у всех, даже у детей. Их ноги покрывали следы от укосов насекомых, а головы колонии в шей. Это было отвратительное место для них и детей, включая будущих детей, потому что Майи тоже была в положении. Майи боялась за здоровье своих детей, и ей было очень тяжело в таких условиях. Несмотря на запрет мужа, она включила телефон и позвонила матери. Просто услышать ее голос. Девушка даже ничего не произнесла, но этого оказалось достаточно, чтобы полиция смогла запеленговать звонок. Детективы полагали, что беглецы в Лиме, но оказалось, Стивен увел их глубоко в джунгли. Полиция решила отправить в тот регион двоих сотрудников, знавших дело лучше всего. Им дали 10 дней на поиски. Они показывали всем прохожим снимки членов группы, полагая, что девушка с внешностью Патрисии должна была выделяться на фоне других горожан. Офицеры не знали, что она не только изменила внешность, но и не имела разрешения выходить в город. Полицейские решили подняться еще выше в горы. Их настойчивость окупилась. Одна девочка, которой они показали снимки, узнала Паолу. Она описала ее как странную женщину в розовых сапогах, которая каждый вечер возвращается домой с пакетом с едой и проходит по мосту. Офицеры принялись ждать у моста, и женщина действительно появилась. Она двигалась как робот, ни на кого не смотрела. Офицеры пошли за ней. Минут через 40 они вышли за границы города и углубились дальше в лес. Наконец, она зашла в дом, где сдавались в аренду комнаты. Полицейские тоже решили снять комнату, потому что иначе не смогли бы вести наблюдение. Им повезло, они получили комнату прямо за стеной от Паолы. Они могли слышать все, что происходило в другой комнате. Они слышали голоса мужчины, Паолы и другой девушки. Это оказалось Майей. А вот Патрисии и детей не было видно или слышно. Полицейские не предпринимали более решительные действия, потому что Стивен никогда не выходил, даже в уборную, и они не были уверены, что это он. Он, естественно, не работал, работали Паола и Майи, а мужчина все время лежал в постели. И офицеры боялись, что он просто не скажет, где Патрисия. Но внезапно они подслушали, как мужчина сказал, что завтра они разделятся и уйдут по одному. Стивен планировал идти еще дальше, к поселениям коренных племен. Услышав это, офицеры полиции вызвали подкрепление для захвата. Зная расписание членов группы, они смогли схватить их по одному. Паолу остановили, когда она рано утром ушла на работу. Майи тоже вышла из дома постирать вещи. Что касается Стивена, то когда вошли полицейские, он, как всегда, лежал на кровати. Мужчина сопротивлялся, представился другим именем и делал вид, что не понимает, что происходит. Чтобы ему не пришлось ступать голыми ногами на пол, беременная Майи дала ему свою обувь. После этого его насильно вывели из хижины. К счастью, девушки сразу рассказали, где Патрисия. По приказу Стивена, Патрисия и все дети остались в хижине, максимально удаленной в джунглях, когда Стивен, Майи и Паола ушли заработать денег. Патрисия делала все по дому, следила за детьми и даже трудилась на плантации возле хижины. Она была именно там, когда появились офицеры. Они позвали девушку по имени. Она так привыкла к имени Сильвана, что слышать Патрисия было непривычно. Офицеры полагали, что спасают Патрисию и четырех детей, но их было уже пять. Когда Стивен с Паолой и Майей уходили в город, Патрисия умоляла, чтобы ее не бросали одну. Но Стивен был непреклонен, и предсказуемо, на сроки в восемь с половиной месяцев у нее начались схватки. Патрисия страшно кричала, дети были с ней, но не знали, как ей помочь. На крики девушки пришла соседка, именно она и приняла роды. Патрисия признается, она никогда не думала, что родит в джунглях 19 лет. Девушка чрезвычайно похудела, выглядела истощенной, когда ее спасли. Она едва могла ходить, но даже тогда продолжала думать только о Стивене и вещах, которые он ей внушил. Тем временем Стивена допрашивали в участке. Интересный факт, о котором рассказали в полиции. Детективы ненадолго оставили его с двумя коллегами. А когда вернулись, один офицер уже попал под его влияние. Он утверждал, что Стивен пророк и им следует помогать ему, а не арестовывать. Сразу после спасения Патрисию, Майи и Паолу разделили, как порекомендовали психологи. Им оказали помощь, как для жертв культов, сект и зависимых групп. Но прошло немало времени, прежде чем они почувствовали себя лучше. Они как будто находились в литургическом сне, но очнулись. Семья Агилар утверждает, что теперь все, что произошло в прошлом. Они начали заново, без обвинений, без вопросов, без сомнений. Патрисия еще проходит терапию и живет в родном городе с родителями и дочерью. Она получила образование в сфере социальной реабилитации и работает в организации, которая помогает инвалидам. Стивена приговорили к 20 годам заключения за торговлю и эксплуатацию людей. Многие спрашивали родителей Патрисии, как они не заметили перемены в дочери. Патрисия всегда отлично училась, но после ухода из жизни любимого дяди сильно сдала. Как ни странно, Стивен мотивировал ее больше и лучше учиться. Поэтому родители замечали перемены в дочери, и они им нравились. Они думали, она пришла в себя. На тот момент она встречалась с мальчиком из школы, который не нравился ее отцу. Альберта обрадовался, когда она его бросила. Она перестала одеваться в черное, покупала яркие вещи, стала чаще улыбаться, попросила устроить вечеринку на ее 18-летие. Родители не могли знать, что все это требования Стивена. Были знаки, на которые следовало обратить внимание. Но ведь никогда не думаешь, что человек из другой далекой страны проникнет в твой дом через интернет и отберет члена семьи. Посвящение, подчинение, отрыв от семьи происходит очень медленно, скрытно. Это в интересах культа, чтобы у его последователя не было любящих и заботящихся о нем людей. Все думают, что уж с ними-то такого точно никогда не произойдет. Но в моменты слабости любой может стать уязвимым. Патрисия Гелар на себе испытала, каково это быть изолированной культом, вывезшим ее из родной страны, отнявшим у семьи. Своей историей она хочет уберечь других людей от попадания в механизмы, которые используют эти лжепророки. Этот случай мог остаться незамеченным для многих, но стал известен благодаря родителям Патрисии, которые в их борьбе за установление местонахождения их дочери смогли заставить СМИ в разных странах обратить внимание и поделиться этой историей.